День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда. И мы перенесли программу «Зелёная лампа» на среду. И у нас в гостях сегодня очень интересный человек, которому никто не останется равнодушным. Это Игорь Наровский. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Хорошо слышно, да? Значит, художественный руководитель организации «Доктор Клон», а также он по образованию психолог, гештальтерапевт и актёр, который сотрудничает с театром «Стадия». Мы сейчас будем говорить обо всём хорошем. И просто вначале я хочу сказать, что наша программа «Зелёная лампа» сегодня с помощью Игоря Наровского включает «Зелёную лампу», помогает 18-летней Софии. Девушка лечится сейчас в больнице в Москве. На два года уже борется с очень тяжёлым заболеванием. И чуть позже я расскажу подробнее её историю. Телефон помощи на штате ЦОН 93006384 работает для Софии всю неделю до 11 мая. Игорь, вот вас называют камертоном. Я у вас на страничке прочитала, что, Игорь, это камертон. Как вы это понимаете? Вот как бы вы себя представили незнакомому человеку, например? Ну точно я бы камертоном не представлялся. Я понимаю, о чём вы говорите. Наташа Зайцева так написала. Наверное, это к ней всё-таки этот вопрос. Я не знаю, что имеется в виду там. Ну, я думаю, что вы помогаете настроиться на какую-то нужную волну. Ну, это, знаете, от меня всё-таки не зависит. Вот те, кто готов как-то настраиваться, они сами настраиваются рядом, неважно, кто там будет. Они готовы, это просто как триггер такой. Это может быть что угодно. Стеничка на леточку сядет, вот и всё. Ну вот согласна. Главное вовремя оказаться в нужном месте, в нужное время. Игорь, ну вот как бы вы представили себя, кто вы в первую очередь? Или это всё вместе? То есть вы и психолог, и доктор-клоун, и художественный руководитель этой организации, а также ещё и поэт, который выпустил вот буквально недавно книгу «Танцующая пустота». Мы об этом тоже поговорим сегодня. Да, 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 да. Вы представили меня как гештальтерапевта, к которому я не являюсь. Надо прояснить эту ситуацию. Да, давайте. Я гештальт практик. Я не закончил институт, я проучился три года только там. Психолог, ну это как база моего, как первое образование, но это такой вот фоновый шум моего восприятия, такая линза что ли, от которой потребовалось время избавиться, чтобы об этом не думать, чтобы её отложить, чтобы более чисто воспринимать. Потом, ну, наверное, поэт и клоун будет, вот они как-то очень красиво рядышком лежат, можно с ними отождествиться. Хорошо, да, я согласна. Причём и в том, и в другом случае отождествляешься на самом деле ни с чем, потому что клоун, он тем примечателен, что он может быть всем, да, как Джокер. Он может быть в колоде карт, да, он может быть любой картой, у него нет вот этой вот жёсткой идентичности, я вот этот вот. Он может быть кем угодно, он может даже самого себя играть. У него есть кукла самого себя, он сам себя играет. И это как-то вот мне близко вот такой взгляд. Ну, я вот согласна, что клоун и поэт – это очень близкие категории в самом широком смысле. Игорь, ну, давайте будем считать, что вы сейчас выступаете в роли спасателя. Клоун такой, доктор-клоун-спасатель, который сегодня помогает включать зелёную лампу. Ну, мы называем её «зелёной лампой» не случайно, это как бы свет надежды, зелёный свет для людей, для детей и взрослых, которым нужна помощь. И вот в данном случае на этой неделе мы рассказываем историю Софии, Софии Гемельфарб, о которой, ну, в принципе, многие уже слышали, и уже один раз, два года назад была такая акция, когда все помогали Софии, и сейчас мы эту акцию повторяем. Беда случилась с Софией два года назад, я очень коротко расскажу, просто долгое время не могли врачи понять, что с ней происходит, плохое самочувствие, думали, что это из-за подготовки к экзаменам, и выписывали ей витамины, железо для гемоглобина, но время было потеряно, а потом в мае семью ждал удар. И поставили диагноз гепатобластома, это редкая опухоль печени, редкая злокачественная опухоль печени. Такой вид опухоли в Латвии очень нечасто встречается, и, в принципе, нет даже такой практики. И операцию решили делать в Бельгии. Вот тогда понадобилась помощь, даже две операции сделали Софии. Она три месяца сначала лежала в детской больнице, прошла химиотерапию, несколько курсов потом, после операции, она вернулась в Латвию, и опять была химиотерапия. Ну, и вроде бы все осталось позади. Но через какое-то время у нее случился рецидив, и как раз этот рецидив совпал год назад с карантином всеобщим. То есть вот начался самый такой нервный период. Выяснилось, самое печальное в этой истории то, что выяснилось, что назначенные препараты не работают, а врачи наши решили не отступать от схем таких привычных. И поэтому мама Софии, мы ее все знаем, она очень известный радиожурналист Анна Строй, она стала искать помощи за границей. София за это время еще и сепсис пережила, и, в общем-то, маму огорошили тогда, сказали, что нет у вас шансов. Но шансы всегда есть, потому что диагноз не приговор, и совершенно правильный настрой семьи был. И, в общем-то, нашли помощь, нашли помощь Юсуповской больнице в Москве, где для нее специально подобрали курс лечения. Вот сейчас она прошла иммунотерапию, таргет-терапию. Мы с ней разговаривали. Она совершенно не собирается сдаваться, эта девушка. Она очень красивая девочка. И вот сейчас нужна помощь на продолжение лечения. Телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. Всю неделю для Софии будет работать. А также есть счет помощи, который указан в нашей статье на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Счет помощи открыт в фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. И еще раз хочу подчеркнуть, что никакие проценты с этих денег, которые поступают на счет, не берутся вообще. То есть полностью вся сумма пойдет на лечение девочки. Вот такая вот у нас девушка София, для которой мы сегодня делаем эту программу. А в гостях у нас, напоминаю, Игорь Наровский, художественный руководитель организации «Доктор Клоун». Организация работает в Латвии с 2012 года. Сколько у вас сейчас профессиональных клоунов? Медицинские клоуны вы называетесь, да? Да-да, больничные, медицинские клоуны. Нас, с учетом нового набора, а это 20 человек, ну вот нас около 40, на этом сейчас на всю Латвию. То есть это, по сути, все регионы, там, Лепая. Охваченные детские больницы. Это Рига, Даугавпилс, мы сейчас начали в Даугавпилс тоже. Ну, короче, много-много городов, в каждом из них есть клоуны, так что, да. Ну вот София, когда лежала в больнице в Риге перед операцией, напомнит, что к ней тоже приходили докторы-клоуны. И это, конечно, большая поддержка. Игорь, вот какое у вас ощущение, когда вы заходите в палату и потом выходите из палаты, пообщавшись с ребёнком, вы ощущаете, что какой-то ваш контакт поддержал этого ребёнка? Чисто психологически как вы к этому относитесь? Ну, вообще, надо прояснить одну штуку, что опыт клоуна в больнице, я как клоун в больнице, я как просто прохожий в больнице, который зашёл что-то сделать, это всё-таки два очень разных опыта. Один опыт, когда ты просто заходишь, как я захожу, я, Игорь, захожу в больницу и иду куда-то. Я вижу, собственно, вот эту больничную атмосферу, напряжение, люди молчат, такое облако, да, сгусток. Когда я захожу к клоуном, это совершенно другой опыт. Во-первых, все начинают открываться сразу же моментально, потому что вот этот красный нос — это такая лицензия, что ко мне можно, мне можно сказать что угодно, ко мне можно подойти, мне можно махать рукой. Вот этот красный нос делает людей сразу же моментально другими. И это светлый опыт, это прекрасный опыт, это счастливый опыт быть в больнице в этот момент. Поэтому ещё один момент, который надо прояснить, чтобы ответить на ваш вопрос, — это что, когда я работаю клоуном, у меня нет ощущения, что это я что-то делаю. Это всё-таки не я захожу, это не я герой, и даже не ребёнок герой. История в том, что игра становится героем. Центр — это игра, это потрясающая история, где невозможно было бы придумать такое. Это просто случилось, и случилось в нужный момент, потому что я захожу без идеи кого-то поддержать, без идеи, что я сейчас что-то кому-то сделаю, без идеи, что нужно сделать. Я захожу абсолютно пустым, и тогда всё происходит. Как бы через меня... Я такой фасилитат, усилитель, усилитель того, что есть, проявлятель того, что есть. И в лёгкой форме это обыгрывается. И когда я выхожу из палаты... Ну, бывают случаи, когда у меня нет... Мне не за что вешать медаль, понимаете? О, я кого-то поддержал. Не-не, я никого не поддерживал, я никого не спасаю, никому не помогаю. Это не в моих силах. Но я могу выйти с ощущением удовлетворения, какой-то обогащённости тем, что произошло. Какое-то чудо произошло, и я был свидетелем этого чуда. А какой-то, может быть, маленький сюжет, маленькую историю вы вспомните для нас? Потому что мы тоже за пять лет существования программы видели чудеса. И очень вам верю. Да-да-да. Например, последнее, что меня прямо очень тронуло и согрело, это мы зашли в отделение и стали... Сейчас скажу, сейчас скажу. Окей, начнём с этого случая. Мы зашли, и вдруг работаем в одной палате, сзади открывается дверь туалета, выбегает большой-большой такой детина такой. И сразу ясно, что у него расстройство аутистического спектра. Он такой немножко, причём в агрессивную сторону. У него две линейки в руках, он бегает, что-то кричит, начинает заводиться. А надо понимать, что с детьми с таким расстройством у них нету тормоза эмоционального. У них нету ничего, чтобы эту эмоцию остановить. То есть если он начинает включаться телом, у него рождается больше энергии, больше эмоций, больше включается тело, больше энергии и так далее. Вплоть до того, что его просто нужно валить на землю и так далее. Но вот он выбегает. И мы разворачиваемся, мы видим друг друга, и дальше начинает происходить что-то невероятное. мы начинаем вместе двигаться, ну, с зеркала, что называется, да, дышать, когда он начинает заводиться, дышим вместе, начинаем. А со мной работал Айнарс, он работает с аутизмом, ну, в школе, в специальной школе, где множество детей с таким расстройством. И я вижу, что он начинает, в принципе, для детей такого рода, вот с таким расстройством, повторять что-то — это уже огромный шаг. А он просто смотрит на меня и делает всё, что я делаю. Трёт голову, медленно двигается, быстро двигается. Как только энергия начинает подниматься, мы дышим, опускаем её. И потом я слышу сзади, мама говорит, что каждый день, вообще, кто это такие, кто эти люди, что это такое, потому что я не видела своего ребёнка, чтобы он за кем-то повторял вообще никогда. К нему каждый день приходят педагоги, этого не случается. И... А тут он просто вот как зеркало, действительно. Тогда мы начинаем... Я слышу, что Айнарс говорит один, два, три, пытается его... Вот, чтобы он считать начал. Это тоже огромный, колоссальный шаг. Колоссальный шаг, когда они начинают считать, потому что это абстрактная информация. И я понимаю его идею, и я говорю, смотри, смотри, вот я — это один. Он говорит, да, ты один. Я говорю, Айнарс — это два, ты — это три. И он начинает вместе со мной считать, потом я пропускаю числа, он считает, потом считаем в другую сторону. Мама просто держится за голову, думает, что происходит. И... В общем, он говорит, я — клоун, теперь я клоун, я иду с вами, мама, пока-пока, теперь я ухожу с клоунами. И начинает закрывать её в палате. Я понимаю, ага, вот где будет этот камень преткновения, будет трудно уйти. Потому что привязка произошла. Я прыгаю в палату к маме, чтобы он не закрыл её, чтобы я был там. Тогда он зашёл к нам. Я начинаю говорить, смотри, у тебя с мамой одинаковые цвета на кофту. Это не сработало. Тогда я вижу, что Айнерс уходит к посту с медсёстрами. И я иду за ним. Этот парень тоже идёт за нами. Мама тоже идёт за нами. И Айнерс мне шепчет на ухо, нужно рисовать. Нужно нарисовать, что ты хочешь ему сказать. Я попрошу у медсестры листок. А он заведён, и он уже с нами. Он всё, он уже ушёл. Маму целуют. Мама, пока-пока, буду скучать. И так далее. Я говорю, давай, давай, смотри сюда. Я рисую маленького человечка. Говорю, это я. Он говорит, да, да, это ты. Я рисую маленького человечка рядышком со мной. Он говорит, это я. Я говорю, не, не, это Айнерс. Вот это доктор Питч. Он говорит, ладно. Я рисую чуть-чуть подальше одного человечка. Говорю, это ты. Рисую ещё одного рядышком с ним. Это мама. Он говорит, да, да. Я рисую вокруг них домик. Вокруг него и мама. Говорю, это больница. Он говорит, да, да, мы в больнице. Тогда я говорю, рисую. Мы с Айнерсом сейчас пойдём в другой домик. Там поспим. И вернёмся. И вернёмся. И подарим тебе носы. Он, да, да, нос, нос. И рисую носики всем. Всем нам носики рисую. И он на вот этой вот волне отпускает нас. Даёт нам пять. Говорит, давайте. И мы уходим вот с этим ощущением, что сейчас произошло то, вот чего не могло произойти с этим вот ребёнком. И с нами вот не могло произойти, если бы не этот нос, если бы не клоун. Не было бы ни этой связи, не было бы ни взгляда в глаза, не было бы ни какой-то привязанности, даже намёка на это. Не было бы вот ничего, никакого зеркала бы не было. Ну, просто был в своём мирке, и всё. Да, конечно, фантастическая история, потому что с детьми-аутистами найти вот этот ключик, это очень и очень сложно. Игорь, вот сейчас вопрос такой будет. Вот пандемический наш год. Да, у вас есть такая фраза, сегодня весь мир напоминает больницу, и все мы в той или иной степени испытываем этот синдром госпитализации, а значит, пришло время для клоунов. Я где-то в одном из ваших интервью нашла это, да. Как в условиях пандемии приходится работать? Эта фраза была вот в самом начале пандемии, вот там где-то апрель 20-го года, давненько, когда вот это только начиналось сейчас. Я ощущаю немножко иначе, но работает нам хорошо, потому что мы работаем уже в больнице, нас вернули туда уже с сентября, мы не ходим в некоторые отделения, такие как онкология, например, инфектология, но мы работаем в инфектологии через окна, потому что это одноэтажное здание, мы просто ходим через окна работаем. В онкологии нет, и в остальных всё прекрасно. Три маски, много правил, никто ничего не понимает, идеальное состояние для клоуна, когда никто ничего не понимает, и в это играть. Потому что это и есть вот эти... Больница, в принципе, из правил состоит, и клоун как нечто живое с этими правилами играет и даёт людям находить эту внутреннюю свободу, вне зависимости от того, что сейчас вокруг всё заставлено правилами и ограничениями. Это всё неважно, потому что мы... Потому что вот эта жизнь в нас, которой мы на самом деле -то и являемся жизнью, она свободна, её нельзя остановить, эту свободу никак нельзя урезать каким-то правилам. Если свободу можно урезать правилом, грош цена такой свободы. Мы сейчас сделаем маленький перерыв буквально на рекламу и продолжим через несколько минут беседу с Игорем Наровским. Субтитры создавал DimaTorzok День в день, час в час, минута в минуту, радио, болтком. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Веду её сегодня я, Рита Трошкина, и наш гость помогает нам включать «Зелёную лампу» Игорь Наровский. Напоминаю, что сегодня наша лампа включается для 80-летней Софии. София, ты нас слышишь сейчас и смотришь, может быть? Вот просто мы хотим тебе сказать, что мы с тобой. Вот представьте, эта девочка два года уже борется с тяжёлым заболеванием, перешла две операции, очень много курсов химиотерапии, сепсис тяжёлый, моменты, когда надежда, наверное, покидает. Но это такой светлый и замечательный человек, она бурится, она сказала нам, что эти тяжёлые годы её научили радоваться всему, что есть рядом, ценить каждый момент, ценить свою мечту. И она прекрасно понимает, как и мы все понимаем, и мы это видели, что диагноз не приговор, что чудеса бывают, и даже не просто чудеса, а просто вот борьба человека за своё здоровье, она, ну, обязательно нужно бороться, она оканчивается успехом. И мы вот сейчас с Игорем Наровским хотим это ещё раз подчеркнуть. Телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. Пожалуйста, вспомните, подумайте, что-то хорошее для этой девушки и поучаствуйте звонком, кто-то там материальной помощью, а кто-то просто добрыми мыслями в её судьбе. Игорь, давайте поговорим о вашей книге. То есть книга, у вас вот в конце марта вышла книга «Танцующая пустота», она очень красивая. Это поэзия, и это японская каллиграфия, да, как я понимаю. За буквально короткое время книга вот из ваших рук попала. Во-первых, она в Риге появилась, в «Мам-кафе», благодаря Ксении Соловьёвой её можно было получить, увидеть, полистать. А также она уже в девяти странах. Как вот такой счастливый путь к книге? И о чём она? Самое главное, скажите нам, пожалуйста. Да, мы можем посмотреть на неё. Есть она? Где-то рядом. Покажите нам наше видео. Вот. «Танцующая пустота». Очень лаконичная такая обложка. Да, да, да. Тут всякие штуки. Ну, короче, да. Это сборник текстов, сборник стихов, поэзии. Это одна часть её. Вторая – вид поэзии, форма поэзии. Это вот абстрактная японская каллиграфия. О чём она? Она такое мистическое путешествие к себе, можно сказать. Она начинается с моего путешествия в Индию. Первая глава написана там в 2017 году. И там есть пять глав. Каждая из них выдержана в своей стилистике, в своей атмосфере. Первая – Индия. Вторая – арабские страны, да, арабская атмосфера. Третья – японская, китайская. И четвёртая – такая европейская, нам понятная, нам привычная. И пятая, вот называется белая глава, она вот нельзя определить, какая стилистика. Там есть всякие разные штуки. По сути… Да, да-да-да. Как долго вы работали над этой книгой? Я над ней, собственно, работать-то особо даже и не работала. Она писалась как отдельные тексты, ну, с 2013 года, в первые, в 2013 году написаны. Ну, вот они лежали в столе, лежали, лежали, лежали. И вдруг там 30 декабря 2020 года, то есть за день до… За два дня до конца года я вдруг проснулся с ощущением, с ясностью. О, книжка будет! О, как прекрасно! И через два месяца она уже всё, она уже была. Я там тщательно отобрал тексты, нарисовал каллиграфию. Мы с Ингой Зиновьевой, дизайнером этой книжки, просто безвылазно у неё сидели, сделали прекрасно. Она тоже говорила, о, эта книжка зимняя. Мы её до конца зимы и сделаем. Ну, вот за два месяца и сделали, как она и обещала. Как и обещала. И всё это очень спонтанно, очень легко, очень быстро и свободно родилась и появилась. И свободно и разлетается. Вот как это получилось, что она уже в девяти странах и скоро поедет в десятую, одиннадцатую, двенадцатую? Я не знаю, не знаю. Ну, мы же отправим Софии книжку тоже, правда? Конечно. Мне кажется, она будет очень рада. Меня очень поразили строки. Я вначале спрашивала, с чем вы себя идентифицируете, как вы себя представите. Там у вас строчки такие есть. Задайся вопросом, кто я? И мир встаёт, тонет в солнечном свете, мёдом стекает в рот, и ты таешь в её ладонях, он вода, ты хрупкий лёд, небо падает в сердце мыслящее синевой, и ты канувший в нём впервые такой живой. Я вот не буду долго цитировать, потому что мы попросим Игоря почитать сейчас. Но прежде хочу вот на какой момент. Меня поразило, там у вас есть строчки такие про благодарность и про маму. То есть я понимаю, что чувство благодарности, мы не устаем говорить, как оно важно в жизни, но в данном случае ещё хочется вашей маме сказать спасибо. Потому что вы пишете о ней, не хватайся за свой молитвенник, мама, хватит ангельских этих битв, благодарность лучше из молитв. И дальше пишете, что мама была одним из редакторов вашей книги, то есть она как-то её читала. И теперь текст сияет любовью изнутри. Вот эта фраза меня прям подкупила. Расскажите, пожалуйста, пару слов про вашу маму. Ну, моя мама прекрасная мама. Да, она так скрупулёзно, с такой, так внимательно читала и редактировала, там, я отослал. Там Наташа полиция помогала нам с редактурой. И вот мама. И мы с Наташей просто пролетали книгу, а от мамы я получал смс, типа, а вот в этом первом тексте вот эта вот буква там точно нужна? То есть мы уже в конце, но только в самом начале, каждая словечка проверяет, чтобы точно-точно... Вот это был её вклад в эту книгу, мне кажется, очень важный и красивый, на самом деле, такой прямо... Вот это внимание материнское, оно вот... Больше ничего не надо, вот оно как-то само питает. Вот просто внимание к мелочам, к нюансам, к деталям. Ну вот любовью наполнено. Да, и мы вот... Тоже хочу вспомнить про ещё одну маму, про Аню Строй. Мы её все хорошо знаем, она очень известный журналист в Латвии. Вот она два года с дочкой рядом, они там рука в руку, ну вся семья и друзья, естественно, тоже вместе с ними. Но она не позволяет себе сомневаться, она выслушивала. У неё были моменты, когда ей врачи говорили, ну всё, там типа идите, да, неожиданно, что ничего у вас не будет хорошего. Не позволяет себе сомневаться, она верит и делает всё возможное. Поэтому вот это тоже мама, которая совершает свой маленький... Ну громких слов не хочется говорить, но всё равно реально скажут, что это подвиг на самом деле, да. Потому что если мы можем чем-то помочь, то мы это сделаем, да. То есть поддержать человека в трудной ситуации. Спасибо им, что они дают нам такую возможность раскрыться и что-то сделать для кого-то. Игорь, давайте что-то вы нам почитаете из вашей книги. Давайте, давайте, почитаю. Ну вот мы можем по японско-китайской пройтись, пара, тройку текстов. Итак, первый текст — опыт мистического переживания. Кстати говоря, здесь книжка с маленькими всякими разными сюрпризами, чисто дизайнерскими в том числе. Например, для внимательного читателя, да, когда какие-то цифры осыпаются вниз, там цифра страницы, да, номер страницы, они осыпаются вниз, там какие-то тени других иероглифов появляются на других страницах. Так что читайте внимательно. Итак, опыт мистического переживания. Что я видел? Я видел шерствие белой птицы, журавля, что слетел полакомиться лягушками. Что я помню? Я помню снег, какой мог лишь сниться, словно ангелы наверху тромдрались под ушками. Птица шла, словно юкиона, сойдя в осоку, в алебастровом кимоно в тишине процессии. Ее дух заключил басев в своем вечном хокку, словно в снежном стеклянном шаре своей поэзии. Что я слышал? Я слышал зиму в молчании пруда, тишину снегопада, страшную вдруг до чертиках. Я увидел вдруг йокой, взявшуюся неоткуда, молчаливую девочку с красным бумажным зонтиком. Где я был тогда? Я был вхож теперь в мир видений. Золотистый камыш в снегу мне казался стрелами, словно место хранило память полей сражений, И куда ни ступи, усеяно было с стеллами. Снег хрустел под ногой предательски, мяг сосною. Наши взгляды со птицей встретились настороженно, И пейзаж будто вспыхнул атомной белизною, Словно резко исчезли тени с холста художника. Снег ложился на черную воду и тихо таял. В глубине серебрилось что-то с резными брошками. Что я видел? Я видел красную рыбью стаю, Что клевало круги от хлопьев и спутов с крошками. Я как будто смотрел на свиток работы Хогой, Расписной, как рука в халате на императоре. Что я думал? А было ли что-нибудь кроме Бога В этом зимнем пейзаже, в этом внезапном саторе? Игорь, браво! Просто вот такая атмосфера сразу наполнилась, Даже через экран у нас в студии наполнилась Какой-то особой тонкостью. Спасибо. Мы хотим эту книгу, где ее можно купить? Расскажите нам. Ее можно купить на Буки ЛВ Или ее можно купить в Мам-кафе. И тогда 5 евро с каждой книжки Уходит Беатрисе также на лечение в Израиль. Беатриса – это молодая девушка, 25 лет. Героиня нашей, одной из наших прошлых программ. И спасибо по инициативе Игоря и Ксении Соловьевой. Вот они поддержали эту акцию помощи Беатрисе. Спасибо большое. И сейчас можно, да, в Мам-кафе обратиться? То есть Ксения вообще отличается Очень активной такой позицией. Всегда что-то придумывает, чтобы кому-то помочь. Да, да, да. Это вот Ксенина инициатива. Я просто, как и все, вдохновлен Ксенией. И просто иду за ней. Да, спасибо ей, передаем. Я просто хочу напомнить, что когда мы помогали Беатрисе Янсене Тоже на лечение, там огромная сумма нужна была. Она еще не до конца собрана, но мы во время акции Вот только в рамках «Зеленой лампы» Более 60 тысяч евро собрали для Беатрисы. И в том числе вот там есть часть суммы, которая поступила От продажи книги Игоря Наровского. А сейчас хочу сказать, раз мы о благодарности говорили, Спасибо всем за прошлую неделю. Неделю назад мы помогали маленькому мальчику Никите Пастуховскому. Ему 4 годика. И вот у него как раз и аутизм, и все сопутствующие проявления. Мама живет с ним одна. Сейчас она в Даугов пился с ним из-за того, что его нужно лечить. А вообще они из Краславы. И было собрано в два раза больше денег, чем вообще мы заявляли. То есть деньги нужны были на лечение, диагностику и лечение малыша в Санкт-Петербургском институте мозга. И вот собрано 8 691 евро. Это сегодняшние цифры. Нужно было 4 500. То есть им хватит и на лечение, и на какие-то более серьезные реабилитации. Все деньги пойдут для малыша. И было сделано, вот внимание, спасибо вам огромное, 1417 телефонных звонков благотворительных. Спасибо вам, дорогие люди, за то, что вы участвуете, делитесь своим сердечным теплом. Спасибо всем. И от мамы Никиты тоже низкий поклон, потому что она с ним одна живет. И для нее это очень-очень важно. Она теперь может спать спокойно какое-то время. Сейчас напоминаю, что на этой неделе мы помогаем Сонечке. Она просит назвать ее София. Ей 18 лет только что в марте исполнилось. И понимаете, какая ситуация? Она уже из разряда детей, что касается больницы, медицины, она уже вышла, а только перешла во взрослые пациенты. Теперь совершенно другая оплата идет, и там разные сложности прибавляются. Помощь нужна. Они очень хотят в Ригу, хотят уже домой, но еще какое-то время им нужно быть в Москве, в Юсуповской больнице, где серьезное лечение, и именно для Софии подобранное. Она старается не падать духом, она мечтает, очень мечтает о собаке. И даже они записались с мамой на встречу, на свидание с собакой в детском хосписе, где волонтеры специальных собак там готовят для того, чтобы они работали с детками. Ей хочется потискать, погладить эту собаку. И недавно они сходили, тоже очень такой момент трогательный, со всеми мерами предосторожности сходили на выставку в Музей космоса, посвященную космическим нашим всем этим проектам, делам. И что поразило их там, что Гагарин, когда летел в космос, он был первый, мы знаем, и у него не было задачи ни выходить в открытый космос, ни какие-то там подвиги совершать, он должен был просто быть. И вот, как они для себя решили, самое главное, да, просто быть, просто быть. Не ставить себе там великих целей. И, наверное, верить в чудо. Правда, Игорь? Вот у вас есть возможность сейчас прямо напрямую что-то Софии сказать? Мы вас попросим. Мне нравится, что вы сказали просто быть. На самом деле, у нас есть такая иллюзия, что у нас есть жизнь. Как будто это объект, как будто это нечто внешнее по отношению к нам, как будто бы этим нужно и как-то можно управлять, что является просто иллюзией, просто игра ума. На самом деле мы являемся жизнью. Это не какой-то предмет, который можно каким-то образом жонглировать. Это не вещь, которая может закончиться или начаться даже. Это такая вот константа. И просто быть, когда вы сказали, что это значит? Это значит, что не думать на самом деле, не отдаваться своим идеям о чём-то, не отдаваться идеям, мыслям. Не зацикливаться ни на чём. А просто быть, чтобы внимание наше было только на вот этом константном, сияющем, вибрирующем этой тайне жизни, которую никто никогда не расшифрует и не объяснит, потому что мы её являемся. Это не нечто, что-то, на что можно посмотреть и сказать, это такое или сякое. У этого нет ни формы, ни имени на самом деле, ни цвета, ни границ, ничего подобного. Вот просто быть этим — всё, что от нас требуется. И тогда всё получается легко. И тогда происходят какие-то маленькие чудеса. Наверное. А это уже ожидания, понимаете? Но они всё равно происходят. Если это не одна, то будет что-то другое. Не-не-не, вот просто быть — это значит и без ожиданий. Ну да. Это, так сказать, резонирует и с названием, и, наверное, с содержанием вашей книги. «Танцующая пустота». Игорь, а вот у вас какая-то особая связь с Японией, наверное, есть. Как вы скажете? У вас и спектакль был о самурае, который вы в детской больнице и для больных детей тоже представляли. И японская каллиграфия. Я в прошлой жизни был японцем. А вот так, да? Вот просто японцем. Самураем? Надеюсь. Причём, я не знаю, может быть, и художником. Кстати говоря, вы знаете, что делали самураи в мирное время? Что делали? Они сочиняли стихи. Ну, опять же, понимаете, клоуны, самураи, поэты. А кодекс самурая вам знаком? «Гусидо»? Да. Знаком. А что там самое главное для вас? Какой постулат? Наверное, мне нравится, что любое решение должно быть принято в течение трёх вдохов. И что нет никакой цели, путь и есть цель. Ну, и никогда не сдаваться. Всё равно. А нет, вот с этим я не соглашусь. Почему? Мне кажется, в первую очередь нужно сдаться и жить свободно. Не сопротивляться всю жизнь чему-либо, потому что это рождает напряжение. Всё напряжение от сопротивления. Нет никакого другого напряжения. Только из-за того, что я думаю, что должно быть иначе, рождается сопротивление. Отдаться, это значит отдать напряжение, отдать власть, которая мне никогда не принадлежала. Расслабиться и быть свободным. Поэтому сдаться всему, что происходит, в моём кодексе стоит на первом месте. Да, я понимаю. Это чуть-чуть немножко я про другое говорила. То есть это речь идёт о полном доверии. То есть полностью ты себя доверяешь, и то, что происходит, оно должно с тобой произойти. Да? Оно и произойдёт. Как бы я не сопротивлялся, оно произойдёт. Или как бы я не сопротивлялся, оно не произойдёт. Как бы я не хотел чего-то, если этому не суждено, ну, извини, извини, не произойдёт. И наоборот. В общем, будем доверять жизни и самим себе, да? То есть из вашей теории. А вы были в Японии? Мы не есть жизнь, понимаете? Да, значит, самим себе, я же сказала. Да, 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 да. А вы бывали в Японии? Только в прошлой жизни. А, только в прошлой жизни. Ну, зато в Индии вы 50 дней провели в одиночестве, да? Это тоже такой экспириенс, опыт большой случился. Да, и там как раз-таки вот прекрасно, у нас есть ещё время, минутка? Да, да, да. Там вот как раз-таки я приехал с планами, понимаете, вот откуда это всё. Я приехал с планами, с что, куда и когда я должен поехать. И в итоге в первый день эти все планы улетели в трубу. Я поехал в город, которого не было на моей карте, с людьми, которых я никогда не знал. И там случилось самое важное событие в моей жизни, после которого никогда больше ничего особо не случалось. Но как попасть в тот город, о котором я даже не знаю? Вот как? А если... Поэтому планы, они мешают. Они мешают происходить тому, происходить легко тому, что должно происходить. У нас ещё буквально есть две минуты. Мы напоминаем, что с нами сегодня включать зелёную лампу Игорь Даровский, художественный руководитель организации «Доктор Клоун» и поэт, выпустивший недавно свою первую книгу «Танцующая пустота». И буквально несколько минут есть ещё. Игорь, может быть, вы что-то ещё нам прочитаете? Ой. Давай. С удовольствием прочитаю что-нибудь ещё. Давайте-ка... Левый или правый, скажите? Левый или правый? Левый. Окей. С утра сердца называется. Отлично. «Чему учит нас сердце? Тому, что меня в нём нет. Что решающий шаг совершается наугад. Находить в темноте свой собственный чудный свет. Что у сдавшихся сердцу молчание в тысячу ват. Не оглядываться назад, не бросаться вслед, Как большой художник Писать не глаза, Но взгляд. Сердце учит нас В нём одном Находить ночлег. Что, познавший себя, Не может быть одинок. Что оно есть конец Всех долгих дорог и рек. Что в разбитом сердце, Как в зеркале, Виден Бог. Быть танцующей пустотой, Как кружащий снег. Всюду слышать Один божественный монолог. Спасибо большое, Игорь. У нас время наше Подходит к концу. Напоминаем, Что мы говорили сегодня О 18-летней Софии. Передаём ей Самые наши сердечные пожелания. Вот вместе с утро сердца. И заканчиваем программу. Напоминаю, Что наш телефон 930-6384. Он работает всю неделю Для Софии. Спасибо большое, Игорь. Желаем удачи Во всех ваших проявлениях. Во всех, да, ипостасях. И чтобы ваша книга Имела большой успех, Чтобы её нашли Свои читатели. Всего хорошего. До свидания. До свидания. На одной волне С городом. Радио. Балтия.